Безупречное пиво, это где? В Магнитогорске три точки, пока. Точка первая, Комсомольская 25, первый клиент на улице. А почему пробуете пиво именно Верхневральское? Посоветовали. Посоветовали, да? Но понравилось? К слову, не первый клиент, это я. Да, господа мои, а вы не помните, это дело-то было. В свое время у меня был кафе, ну ресторан, мне больше назывался ресторан, потому что место отдыха было. Оно было замечательно, просто изумительным. И вы знаете, перед тем, как это я подумал и сделал, я сразу знал, куда я пойду. Потому что я пришел, и там было только Верхневральское пиво. Другого пива я и не хотел, потому что я знал, что это максимальное удовольствие. И, кстати, вы это все дело можете посмотреть. Это YouTube. YouTube хороший канал, да? Ни сегодня, ни завтра, а можете посмотреть то, что было, допустим, 12 лет назад. Да, господа мои? Именно тогда, именно тогда это дело началось. Сегодня и сейчас я продолжаю, потому что я не могу на вас смотреть. Люди мои странненькие. Зачем вы пьете то, что продается в сетевиках? Поверьте мне, там ничего нормального нету в природе своей. Там нету никакого алкоголя в природе своей нормального. Вина там не существует, пиво не существует. Алло, зачем вы травите себя? В свое время также было сделано, потому что, ну, как бы тебе сказать, вином мы не могли бы показывать удовольствие на территории всей Российской империи. В свое время люди, тем, кто занимался пивом, качественным пивом, а кто занимался качественным пивом, качественным пивом мы занимались немцы. Им дали возможность. Они съездили и везде, и всюду посмотрели. Фонд Бакана ему отдали Волгу. Он по всей Волге прошел туда-сюда, да еще и на кому залазил. Ну, то есть, он пришел к выводу, что вкуснее пиво, чем жигулевское в Самаре не существует в природе. Именно там есть отличное, качественное пиво, очень реально вкусное. Что касаемо другого товарища из той же страны, ему отдали Урал. Так вот, он по всему Уралу прошелся, он не был в одном только месте. Он по всему Уралу посмотрел, и оказывается, что самое лучшее пиво, это верхнеуральское пиво, что вы пьете. Это не просто аромат, это изумительное удовольствие. К слову, о переплате. Ну, давайте все-таки поделимся, что вы здесь во-первых, что это такое. Я вам показывать буду и продемонстрирую, что здесь пиво хранится при температуре 3 градуса. Ну, в отличие от людей, которые немножко не доезжают, объясню. Закон Герса. Ну, по-моему, из той же оперы, это была физхимия, когда нам хорошо дрюкали, а дело-то было в 93-м году. Ой, как хорошо там дрюкали. То есть, это была первая группа, которая получила автомат по физической химии. Это была первая-единственная группа в Горном институте, которая получила автомат. Это было F91 или 2, не помню, у нас там поменяли, не поменяли, но это было красиво, 4 балла, и сказал, все, спасибо, больше не нужно. Так вот, при увеличении температуры на 10 градусов скорость химической реакции возрастает в два раза. Да-да-да-да-да-да-да. То бишь, помните то самое чудное мгновение, да, вы не все доезжаете, особенно мне сейчас сложно объяснить детишкам в 25 лет, вы никогда не понимали, что такое существовало настоящее пиво. Вы это не понимали, я это дело помню. Да, господа мои, только пиво приводилось, то есть, оно работало и было при температуре окружающей среды, то есть, 24-25 градусов. Так вот, оно работало в течение ближайших трех суток, потом он уже немножко был в другой вкус, а потом он и закисало. А вы об этом там тоже не знаете? Алло, а что вам про это никто не говорит? Поэтому смотрите, Ютил, смотрите, Челейкин, Алексей, который вам про это дело говорит. Почему здесь пиво хранится дольше? Ну, в течение месяца, потому что температура в три раза ниже, может быть, даже в четыре раза ниже, то есть, смотрите, три градуса во сколько надо увеличить, чтобы была температура 24? Восемь раз? А, да, четыре раза, ну, а погодите, плюс на два получается. А, вру, 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 то есть, получается, четыре раза получается по температуре плюс-минус там, да? То есть, вот такая ситуация, то есть, вы посмотрите, как это сделать, делается и хранится здесь. Естественно, у вас возникает вариант, а почему бы и мне это все не сделать? Вы не торопитесь, вы думаете, что это единожды разговор. Нет, это далеко не единожды разговор, он будет постоянно, потому что я хочу, я просто стараюсь сделать так, чтобы мы не травились всякой бельвер-бельдой. Я не понимаю, конечно, что вы будете делать про алкоголь крепкий, потому что он не существует в природе. Я знаю один вариант отличного коньяка, вот, но он только в одном месте располагается. А это Верхневуральское пиво, где оно располагается? Ну, от вокзала, естественно, для меня это Комсомольское 25. То есть, я могу пешкодрапом сюда прийти за этим самым дивным пивом. К слову о том, что в некотором событии они выпускают еще и нулевку. Да, настоящее нулевое пиво, не такой бурдемага, который там, примерный аромат. Не-не-не, здесь все немножко по-другому будет. А вы бы, конечно, хотели бы это сделать, но никаких проблем. Приезжайте, договаривайтесь. Если у вас все будет настолько же красиво и ровно, вам такой же бокс поставят. То есть, ваше пиво будет также храниться долго, и вы будете продавать единственное, изумительное и качественное пиво. При этом, цена этого пива, я не буду говорить, что она, ну, какая-то топовая. У нас есть отдельные пивоварни, но вопрос возникает. Пиво, ну, не может оно храниться более 7 дней, если температура не в данном случае качественная, которая охлаждает его. А так, при стандартной температуре 25 градусов, пиво будет храниться. Максимальное количество это 5 дней. Больше? Приехали. Здесь работает дольше. Хотите? Есть телефончик. В концовке я вам продемонстрирую. Все за 13 лет поменялось, причем в лучшую сторону. Если это случится, то для дольшего хранения будет холодильная камера. 4 градуса, и в холодильнике пиво простоит в 4 раза дольше. Умное решение. Теперь вариант другой. Отличительная особенность качественного пива. Довольно часто случается, да, что в городе Монетогорске большое количество сетевиков, да? Да, да, да. В сетевиках что мы смотрим? То есть, мне кажется, что там водка левая. Пиво там левое. Пиво вообще левое. Я уже здесь... Вина там вообще не существует. Я уже 10 лет пью пиво только Верхнеуральское. Больше никуда не захожу. Ни красные, белые, никуда. Вопрос в чем заключается? Потому что мне не нравится вот этот вкус димедрола, который там присутствует. Абсолютно верно. Димедрол со спиртом и вообще непонятно о чем идет речь. Абсолютно верно. А здесь все нормально и удовольствие вкуснейшее. Вкуснейшее, так ведь? Так. Устраивает все. Кишки не крутят? Нет. А общее удовольствие? Вот. А тут возникает вопрос еще раз. Что такое дерьмо бутылочное? Дерьмо не только бутылочное, оно и в трехлитровках продается. Ну, суррогат. Суррогат чистый, да? Чистый суррогат. Какой от него аффект? Никакого. Ноль. Башка дубовая и кишки крутит. Кишки крутит, а утром еще и амброзия, да? Да, да, да. А здесь ничего нету? Ничего абсолютно. Вы не беспокойтесь. Про качество разговор будет и далеко не однократный. И далеко я ходить не буду и это озвучивать. Я люблю и Магнитогорск, их страну. Об этом отдельно. Но вот вам вариант изумительного пива на тройке. Перекресток Советская, 50 лет Магнитке. Было время, было время, да? И сейчас я почему-то алкоголь в том количестве не употребляю, да и вообще, естественно. А попробую его употребить, когда он будет безалкогольный, это отдельная тема. Нам сказали и я буду показывать, потому что безалкогольное пиво в Верхневральской, это тоже надо еще попробовать. И мы это дело будем показывать, естественно, уже в нормальной передаче. А почему я не говорю про остальное пиво? Сейчас мне сын будет о чем-то говорить, но терпи, сыночек, это дело было немножко. То бишь, что такое бурдемага? А! И как эта бурдемага работает? О! И что после этой бурдемаги получается? А! И для чего эта бурдемага нужна? Э! Вот эти все а-а-у-а, это вот про вашу бурдемагу. Вся эта бурдемага продается в любом ларьке, в любом магазине, но не продается в Верхневральском пивовареном предприятии. Мы сейчас находимся в этих структурах, потому что здесь не нужно ваше димедрольное идиотское состояние, в котором вы через некоторое время будете в ступоре. На хрена это им пернулось, объясните мне. Вы должны получать идеальный вариант для того, чтобы алкоголь, не то что алкоголь, а расслабление. Вот это и есть расслабление. Мне говорят, давайте все-таки определимся в каком состоянии, в каком количестве. Да, в принципе, более полутора литров-то и не нужно. Зачем? Вы не торопясь пьете, вы получаете, как бы вам сказать, просто удовольствие безупречное. Теперь другой вариант. В городе Магнитогорске, ну, мы не говорим про Магнитогорск, потому что это Верхневральский пивоваренный завод. Даже вернувшись на круги своя, в то самое время, когда все это дело было, магнитогорское пиво, оно было фуфренью. Лучшее пиво было белорецкое. Но идеал, идеал, это было Верхневральское пиво. И вы даже не представляете, как люди, каким образом они все это дело перекидывали друг перед другом, потому что раньше телевидение-то было, оно всегда, естественно, а сотовой связи-то не было. Представляете, в одну точку, я не знаю каким образом, но когда туда приезжало пиво из Верхневральска, эта точка разносилась все очень-очень быстро, потому что это было изумительное пиво. Ну, у нас тогда еще как бы до Верхневральска была нормальная дорога, можно было доехать, естественно, некоторое время. После этого что произошло? После этого начался железобетонное димедрольное чмо. Да, это чмо. Вы не можете ее пить. То, что потом, извините, вы выпили этот продукт, это говно, по-другому ничего не буду говорить, и потом вы просираетесь. Вы это дело не прошли, а я прошел. Или вы это дело продолжаете? То есть вам нужно выпить кружку пива и в таком состоянии находиться. Вы идиоты? Вы идиоты? Я не понимаю, вы просто тупорылые идиоты. Пиво выпили, получаете. Мах! Много не надо. Кружечка две. Ну, третье так, чтобы было. Из нормальной кружки оно пенится, оно дышит. К слову о том, насколько оно дышит. Вот. Почему я здесь-то нахожусь, да? Вот. Вот. Не торопитесь. Это холодильник, естественно. То есть Верхневральское пиво, оно постоянно охлаждается. И температура, обратите внимание, 4,6, это не температура повторного брожения. Повторное брожение начинается, когда температура начинается приподниматься, и она становится 5 градусов. И тогда ваше пиво, даже невзирая на закон Гессы, потому что, понимаете, да, при температуре выше 10 градусов скорость увеличивается в два раза, но мы не забываем о том, что дрожжи не должны брожить. Они как есть здесь, хранящиеся, так они не должны храниться. И именно поэтому это пиво охлажденное, и тем самым это пиво не выкидывается, как было раньше, понимаете? То есть было раньше. Обыкновенное пиво при нормальной температуре, оно скисало. Сегодня и сейчас, если вы заходите в эти дивные точки, одна из них располагается, ну, на Ковсомольской 25 мы были, это рядышком с торговым центром Тройка, и еще одна будет в Вавилоне. Мы еще и туда проедем, покажем вам. Вот эти единственные три точки других вариантов пока нет. Но я вам серьезно говорю, ребята, давайте не будем бурдемагой внедрять свои дебильные устройства в голове. Не нужно, не нужно в Магнитогорске единственное настоящее качественное пиво, это только сверхневральское. Есть другие заводы, в некотором случае эти заводы просто, когда пиво скисает, его переваривают. Это вам нужно. Алло, вы не понимаете, что пиво может храниться реально, срок хранить качественного пива 7 дней при средней температуре 25 градусов. Это пониже, поэтому дольше. Все остальное, если вы заключите договор, подпишитесь по телефону, я вам показываю этот номер, то в принципе вот эту штуку поставьте, и тогда все пиво, которое вы покупаете, оно будет больше и дольше храниться. Понимаете, о чем я говорю? Но с другой стороны, когда у меня был ресторан свой, я четко знал примерно, что 50 литровка у меня уходит ровно за неделю. Это было нормально. Уходило еще и быстрее, понимаете? Вот как, смысл-то ваш в чем? Да, это не демидрол. Да, вы не влияете на состояние человека, как дебиложопненького, скова, чмаря. А будут говорить, нет, вы что думаете? Я здесь никаких матершинных слов не говорю. Нет, это все нормальные слова, которые вы в принципе можете в словаре Ожегову почитать. Те же самые яйца. Но я не хочу из вас делать идиотов. Вы мне нужны, вы люди, для которых я работаю, я говорю, для нормальных людей. По сути событий, вы решили угвоздаться, то есть захотели 150 рублей взять, допустим, 3 литра пива. Зачем? Когда вы спокойненько за 150 рублей возьмете 1 литр качественного пива. Замечательное тут такое есть, пиво под названием, как оно? А, ну здесь его нет, но оно вкусное, да, базара нет. Это самый топ. И хватит вам? Вот, вот, вот так хватит. Вы понимаете? Не нужно вам этого делать, надо получать удовольствие. И вы знаете, где это можно получить в городе Магнитогорске. В городе Магнитогорске в любых ларьках, да, ларьки это уже отдельная тема, сетевики это из той же оперы. То есть ты берешь пиво и какой-то странный димедрольный эффект такой, растворимый алкоголь и состояние такой, не пришли как боли хвост. Это вот стандартное явление, да, ведь? Ну, многие же это уже говорят, конечно же. Такой, как бы разговоры-то давно уже ведутся, то, что из порошка делается, да, некачественное оно. Ну, а здесь вот, действительно, вот это Верхнеуральское мы уже давно берем. Девушки, наверное, знают уже, да, привыкли уже, что продавцы-то что-то обращаются. Тут многие это берут, именно хорошее пиво, кто действительно качественно хочет пиво, ну, лучше здесь взять. Кстати, Верхнеуральское тоже, когда заезжаем, там же у них тоже есть точки. Уже нету, к сожалению, уже все, уже нету, они начинают торговать, понимаешь? Не могут продавать нормальное пиво, продают полное говно, блин. Да, 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 если здесь вот берешь, то, ну, там все равно есть фирма Рансдорф. Тоже неплохое. Нету, нету, нету. Уже нету? Зачем просто, ну, там же, когда есть понятие такая, вода откуда нужная, и это ниоткуда не нужная, понимаешь? Там они берут обыкновенную проводную воду и делают все бред сивой кобылы. То есть здесь-то работа идет качественная. Давайте все-таки определим все. Вот, убрали спокойненько, ну, полтора литра, да? Да. Вот. А аромат и ощущения? Ну, во всяком случае, вот это пиво, когда сравниваешь то, что действительно вот это дешевое берешь, что там 60-70 рублей, ну, что, неужели там это будет хорошее? Ясно, что там какие-то добавки идут по-любому. Ну, здесь вот действительно нормальное, вот оно нефильтрованное. Вот это хорошее, конечно, пиво, да. Во-первых, не горчит, вот для себя выбираешь вот рижское, ячменное, вот верхнеурадское, вот эти. Вот в основном это берем. Ну, вот полутемное, это вот кельтское, тоже неплохое, кстати, пиво у них. Мы тоже его берем, ну, нравится просто, потому привыкли уже именно вот это пиво брать. Поэтому, да пожалуйста. Еще одно место, в принципе, для тех, кто, как и я, не желает видеть облупленных димедрольным спиртом и обдолбанных горожан. Ну, не такой я. Так вот, думайте, господа и товарищи. Для умности вам заехать надо бы, чтоб понять качество. На Карломарса 204. Вы ощутите сладость сваренного для вас отличного верхнеуральского пива. Буду говорить быстро, я тут замерзаю. На улице 24-25 градусов, здесь, здесь дубак. Здесь дубак и вот это пиво оно для вас. Оно пришло сюда и отсюда приедет, в те самые пивовые точки. Потому что холодно, но пиво вкусное. Почему-то я не вижу в вашем состоянии вот этого дивного такого дуболомства, понимаешь. Человек стоит, у него все криво и нехорошо здесь по-другому. Здесь пиво без димедрольного, скорее всего. Без димедрольного, да? А димедрольное пиво везде же продается, правильно? Не скажу, не знаю, если честно. Но которое пиво вы здесь пьете, ощущение другое же, удовольствие какое-то? Да, мы сидим спокойно его пьем, без всяких бэ. Бо, я про бэ и говорю, да? Да, и по два-три стакана выпиваешься, я прекрасно чувствую без всяких последствий. Да. Последствий особенно возникают? Последствий вообще нет. Здесь нет последствий, а там есть последствия, да? Ой, ну если какое-нибудь баночное в красно-белом пить, то это конечно. Я про то и говорю. Самое забавное, вот у меня начинается, ну я давненько-то было, да? Утром, да я даже не мол. Есть такое место, подозвали Толи. Я оттуда слазить не могу. Здесь нормально еще? Ну у ребят, как не знаю, будет, они редко такое пьют, что я постоянно пью. У меня вообще проблем никогда нет. То есть настоящее качество пива, так ведь? Да. Вам это дело тоже нравится? Да. То есть можно говорить людям, я всем людям объясняю, Я говорю, ребята, хватит пить димедрол. Ну не нужно. Вы потратите немножко большее количество денег. Что там сложного? Там 2 кружки купил качественного пива, да? Ну грубо говоря, 160 рублей, это максимум. А так в принципе 115 рублей. И больше-то не нужно? Больше не нужно. 2 кружечка хватит и пошел себя спокойно домой отдыхать. С друзьями посидел, двой пил, все. Не надо нажираться просто воин. Так оно и не получается? Спокойно сидишь и получаешь удовольствие. Спокойно сидим и пьем. И час за часик эти два бокала раздаем и спокойно пошли по своим делам там домой отдыхать. Тема для умных. Не разменивайте удовольствие, не травите горожан, уберите пойло, работайте для всех. Вот вам телефон. Сделайте и верните чудо, в котором горожане и жители окрестностей получали бы очарование от пива лучшего, пива Верхнеуральского. Хотя, в принципе, город Магнитогорск мне реально нравится. Чем он мне нравится? Тем, что это красивый, грамотный, изумительный город. И, в принципе, и летом, и осенью, и весной я еду на велосипеде. Проходите, пожалуйста, проезжайте. Немножко люди не понимают, о чем идет речь. Ну, да ладно. То есть, из Магнитогорска я переезжать никуда не хочу. Он мне нравится. Красивый, замечательный, изумительный город. Вообще, в природе своей. Я не только в Магнитогорске был. То есть, я так еще по миру малость немножко прокатился. Ну, чтобы было понятно. Вот. Он свежий город. Молодой и красивый. Да, 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 да. Но он немножко расширяется к югу. Мы сейчас находимся на юге города Магнитогорска. Но, с другой стороны, это не самый еще юг. Туда еще. То есть, если мы будем говорить о генеральном плане города Магнитогорска, то Магнитогорск заинтересован был как полуторамиллионный город. Вот. Не слышали. Зайдите, посмотрите. На втором этаже в городской администрации есть генеральный план. Посмотрите внимательно. И вы поймете, что Магнитогорск был рассчитан на миллионники. Дай-то Бог, это дело случится. Но давайте все-таки определимся, что он немножко стал расширяться. Да? Если, в принципе, одной, которая продавала вам то самое Верхневральское пиво в Ленинском и Правобережном районе хватало на Комсомольской 25, то здесь он немножко шире, естественно, и Тройка, и Вавилон. То есть, но, в принципе, этого вам должно быть хватать. Потому что? Потому что вы должны понимать, где продается качественное пиво. Бурдемага продается везде и все тут. Но качественное пиво только здесь. Качественное, изумительное и вкуснейшее пиво. Вот оно. где-то, это все было怎么 Myth Shell вincture волнахе. Сейчас вне зная 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 зная. Продолжение следует...